Во времена, когда на земле начала распространяться тяжелая болезнь, под названием «Когда инжи?», семь отважных мужчин и женщин отправились к новым мирам. Методом случайных половых связей в алкогольном угаре они планировали не дать человечеству погибнуть. Они были уверены, что летят на тусу, где много алкоголя, телочек и вообще. Но они ошибались. Скалянчик, ты же говоришь, что тусу кот на хате будет. Эй, Батя Серёжа, и так нормально. Сейчас костёрчик пахнем. А тёночки-то где? Алло, тут. Сань, так я думаю, ты мужик. Слышь, я тебе сейчас тыню дам. Ола, мигас! Сегодня с вами Вакот, и мы играем в игру Planet Base. Да, и давайте, не отходя от кассы, построим всё-таки начальные сооружения, а именно шлюз, так как всё-таки игра называется Planet Base, а значит нам нужно как-то типа построить базу, ну логично, типа планетарная база. Игра называется и там типа базу. Так, построили мы шлюз и генератор кислорода, теперь нам нужно питание. Давайте мы придумаем, чтобы как бы как... Давайте построим только солнечные панели мы можем построить. Ну, значит, нам игра не оставила выбора, а это значит, что строим солнечные панели и накопитель. Ну, давайте сначала солнечные панели, хотя, честно говоря, планета такая, ну типа не особо подходящая, ну, не знаю, я бы здесь на курорт не ездил, в море бы не купался, на лежаках не лежал, но раз солнечная панель, значит солнечная панель, у нас других вариантов нет. Так, накопитель, вот такая большая батарейка, аккумулятор. Вот если вы думаете, что ваш телефон нужно заряжать каждую ночь, то это нужно заряжать постоянно, потому что если будет ночь и солнечная панель не будет вырабатывать электропитание, то эти писюны все умрут. Ну, а пока они работают, можно понаблюдать за их радостными улыбками. Бля, Серёга, чтоб ещё раз мы тебе поверили, горячие путёвки, горячие путёвки, мудак ты, Серёга, понял? И вот наши маленькие рукожопы уже почти достроили, скажем так, главные части электропитания, и мы сделали небольшой шаг на пути к независимости. Теперь нам нужна вода, потому что без воды, как вы понимаете, воздух типа не берётся, хотя это не столь очевидно, но да, это типа так, потому что H2O, нам нужно просто O, и мы берём там дрейст-трейст-трейст, и получается из воды воздух. Ну, давайте же это сделаем, потому что воздух на планете без воздуха, скажем так, довольно полезный ресурс, ну, немножко, не то чтобы прям сильно, не так как водка или, не знаю, коньяк, но всё же тоже пригодится. Да пошёл ты! Тоже мне не пьющий! О, теперь я знаю, кто будет мыть туалеты в ближайшие пару недель. Ха, коленчик, я такой какаху только навалил! Так, ну у нас вот всё, в принципе, уже работает, скажем так, какахи крутятся, лавэ хамутятся. Слышь, юморист, мог бы помочь, что сидит тут, видите, ничего не делает, указания всем тычет. Да ты, да ты бесполезнее Серёге, а Серёга одноручее. Колян, ты чё пиздишь? У меня все руки на месте. Серёга, это я утрирую так. Да, с вами будет тяжеловато. Тяжеловато. В любом случае, сейчас, пока, вот когда наши джентльмерские скидки закончат, то, что они должны были уже закончить 15 минут назад, раз такой умный, сам возьми и закончи. Мы начнём строить столовую, чтобы эти пизюнчики не умерли с голода. Они мне ещё нужны. Ведь я строю концлагерь. Да ладно, на самом деле, это шутка, и всё-таки им нужна столовка. И почему-то воздух не работает. Почему воздух не работает? Нет, всё работает. Всё работает просто очень медленно. Как и они сами, собственно. Ну что, можете дышать. Подышите немного. А я вам пока забабахаю план. Действие, точнее, работёнку вам подгоню. Так, вот здесь будет ваша столовка. То есть, чё ты мне нужен? Нафиг тебе нужен? Так, вот. И теперь давайте это всё строить. Давайте это всё строить. Давайте это всё строить. Ты сам это делаешь. Типа ты нам помогаешь. Безболезный. Я предврешение ничего не слышал, и мы будем жить как одна большая семья. Ну, Эмили. Пацаны, вы в курсе, что у вас ещё одна тёлочка есть? Ой, видел бы твоё лицо. Ну, точно так бы не говорил. Эх, ну ладно. Ну, в любом случае, давайте, достраивайте всё-таки жральню. И потому что я не хочу, чтобы тут поумирали все с голоду. Ну, ты прям, мать Тереза, такой весь благородный, а не поумирать. Тебе просто наши силы нужны. Мудак. Так вы меня уже задрали. Что я им сделал? Чего вы меня так не любите? Я вообще-то пытаюсь вам жизнь спасти, чтобы вы не умерли на этой планете. А вы, понимаете, меня так не любите. Ладно, Вакотыч, ты нас это извини. Мы просто плохой день, тяжёлый, там, пока долетели, устали, и вот ещё не выспались. Ты бы нам это как-то койко-место подогнал, и вообще, я тогда думаю, всё было нормально. Ладно, Серёг, я тебя понял. Так, мы сейчас давай достроим вот этот, скажем так, столовку, мебли. И тогда уже будем думать о спальных местах, так, давайте сейчас ускорим время, чтобы всё это быстрее закончилось, и наши писюнчики всё это доделали. И тогда уже начнём строить место для сна. Так, они всё оперативненько тут сделали. Смотрите, прям, прям глаза радуются. А мы можем подсматривать. У-у-у! Бля, где гачник уже забыл? О, Эмили, подойди сюда, посмотри, какой у меня классный маникюр. О, смотри, вон. Вау! Ладно, не будем это подслушивать, это не стало интересно. Давайте мы сейчас... Вообще, надо бы склад построить, потому что всё это остаётся под открытым небом. Кстати, заметьте, солнечная панель работает даже ночью. Очень интересно. Ладно, давайте построим всё-таки бараки, или как это, спальню. Так, вот она, вот она, вот здесь. И давайте её сделаем побольше. Самую максимально большую. Может, ещё больше? Нет, больше нельзя. И давайте здесь, во. Соединяем, и... Ребятки, давайте работать. Сейчас всё сделаем, босс! Отлично. Ну, а пока они всё это делают, нам бы нужно хотя бы примерно поставить биокупол, где мы будем выращивать еду для наших поселенцев. Но это, конечно, не то, что продаётся в наших супермаркетах, там всякие колбаски и так далее, а просто обычные овощи. Так, хотя, в принципе, так сказал, будто бы овощи не продаются в супермаркетах. Нет. Я имею в виду, что самые-самые настоящие продукты. Правда, скорее всего, ГМО, потому что без ГМО в будущем жизнь невозможна. И ГМО это неплохо. Давайте, кстати, можем устроить очень сильные споры в комментариях, что ГМО это плохо или неплохо. Я считаю, что ГМО это хорошо, потому что ГМО не даст нам умереть с голода. Вот. Ну, и, в принципе, в этом нет ничего плохого. Ну, в плане именно из медицинской точки зрения. Ну, у каждого своё мнение. Так. Ну что, ребят, получается? Да всё просто тип-топ. Не переживай, сейчас всё сделаем. Ну и отлично. Аж душа радуется. Развивается наша колония. Растёт. Всё просто великолепно. Так. Сейчас вот достроились наши бараки. Сейчас проходик сделаем. И мы поставим кроваточек. Много кроваточек. Двухэтажных. Блин, я всё детство хотел себе двухэтажную кровать и спать наверху. Но, я один в семье, ребёнок, поэтому двухэтажная кровать была не нужна. Хотя, по-любому, если бы нас было двое, мы бы дрались за верхние этажи. Хотя, честно говоря, со временем, скажем так, растёшь, и ты уже хочешь нижнюю кровать, потому что там уютней. Да и как-то, знаете, типа безопасней, что ли. Ну, не знаю. Я не знаю. Лично я не по своему опыту. Просто у меня кореша с общаги. Говорят, что на верхних полках никто не любит спать. Ну, это такое дело. Может, просто в общагах плохие кровати. Так. И вот достроился наш биокупол, в который мы сейчас хорошенько поставим... Что? О, нет. Давайте лук. Пусть у них всех сорта воняет. Лук. Петрушка. И грибы. А, тут разница. То есть, чем правее, тем дольше растёт и меньше уход требуется. А чем левее, тем больше, я так понимаю... То есть, чем меньше время для роста, но при этом нужен всё время уход. А это у нас производит, помимо всего прочего, ещё биоматериал. Ну, давайте. Возьмём картохи. Будем как марсианин. И что-то ещё. Ладно, неважно. Главное, чтобы оно производило нужные нам компоненты. Так, ну... Ребятки, кто будет строить? Давайте, давайте. Принести они всё принесли. А кто строить будет? Бестолочи. Что-то у нас всё роботы делать будут? Ленивые. Жопы. Так, и шахта. Но в шахтах, ребята, по-любому вы будете работать. Прям гулаг вам тут устроят. Потому что роботы. У нас нету бурильных роботов. Наверное, колена отправим. Блин, ну чё сразу колен-то? Чё я сделал-то? Что значит, почему ты? Все остальные работают, а ты сидишь в писюны пинаешь. Так, ладно. Это у нас томаты. Да, видите, всё производит еду, кроме вот той фигни, что я взял. О, я не увидел, что я взял, я уже пшеницу или что-то такое. Вот, они производят ещё биоматериал. Ну, давайте вот это поставим, чтобы, в принципе, и не долго, и не быстро. Что-то посрединке. Так, сейчас же давайте построим производственный цех. Потому что всё-таки ресурсы нужно создавать. Конечно, хорошо, что у нас они ещё немножко есть. Но давайте не будем дотягивать до момента, когда они закончатся. Потому что тогда мы уже точно ничего не построим. А вот давайте вот здесь построим и добавим туда станков. Кто будет работать на станках, а? Первый в мире фрезеровщик с нетрадиционной сексуальной ориентацией. И кто же это? Камян, хе-хе-хе. Всё, серьёзно, ты меня задрал, тебе шопа. Эх, боже мой, как же вы меня задрали. Так, давайте, без каких-то там рукоприкладов, давайте достраиваем по-хорошему, и всё будет тип-топ. Тоже мне. Дрочуны. Ну зачем меня так обижать? Что я ему сделал? Ну, понимаешь, обидно. Это по-человечески просто обидно. Ну, такое отношение. Ты, блин, это Санта-Барбара уже. Так, ладно. Давайте достраиваем эту всю хренотень. И давайте, наверное, уже потихоньку закругляться. Потому что я начинаю вставать. А вы меня уже утомили. Прошло 12 минут, и вы меня уже утомили. Демоны. В любом случае, работа кипит, и это хорошо. Сейчас вот достроится колба эта, и мы в ней, скажем так, построим станки. Что, в принципе, обеспечит нас полностью. Мы будем полностью независимы от других планет, и вообще от поставок сырья. Потому что мы будем самодостаточны. Давайте строим станок для металла и станок для био... Чуши. Как эта штука называется? Био-материалов. Я не читал. Ладно, неважно. Вот. И все. Давайте сейчас достроим. И мы феерически великолепно крутые независимые колонии земли. Да, ребятки. Это будет наш день независимости. О-о-о, Вакот, я придумал этот... Какая-то штука... Гимн! Гимн! Короче, слушай. Славься, колония великого Вакота! Оп! Эй! Оп! Эй! Мы идем, и подкусили. Ой! Ну, слушай, наверное... Наверное, нет. Нет, мы все-таки не будем принимать вот гимн, как настоящий. Но спасибо, что ты попробовал. Это было круто. Ой, сын, ну ладно, ничего страшного. Я новое придумал. Да-да-да, хорошо, не вопрос. Иди думай. А мы пока построим склад. Нам очень надо склад. По причине того, что нам нужно где-то хранить все это барахло. И мы склад построим сразу большой. Мы, точнее, уже построили. Почему построим? Построили. Точнее, не построили. Вы еще не построили их. Но, в принципе, их построите. Поэтому, гипотетически, мы бы разметили место. Во. Мы разметили место под новый склад. Ха, ну ты интелли... Интеллик... 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 Интелликсуал. Ха! Дурец. Окей, Серёгс, как скажешь. Не всем даны такие мозги, как тебе. Ну... Ты должен нас как-то все-таки принять. Таких глупых... Ладно, ладно. Так, это я уже отбиваюсь от темы. Что у нас... Почему она не строится? Почему так долго? А-а-а! У нас закончились ресурсы, джентльмены. Джентльмены, у нас больше нет ресурсов. Так. Общая мобилизация. Колян, давай, ты у нас за станки. Нет, Колян, ты давай в шахту. Серёга, за станки. И все остальные... Поделай, просто до сих пор вас не запомнил. Вас слишком много. Ой, что так сложно запомнить моё имя? Я Александра. Саша. Александра. Очень сложно. Нет, Сашечка, конечно, нет. Тебя я тоже помню. Просто не успел назвать твое имя. Прости. Так, ну, в любом случае, мне кажется, что нужно, наверное, эту серию уже заканчивать. Спасибо, что вы смотрели. Если вам понравилось, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, а то Серёга будет плакать. Да чё вы ко мне пристали? Я не плачу, я не плакся. Затрали вы меня уже, пидор. Ладно, всем удачи и адиос! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok